Всем любителям альтернативной энергии и просто зевакам привет! Появилась необходимость в бесперебойном снабжении электричеством на длительный период в условиях севера, а именно тундры. Требования к источнику следующие. Малогабаритность, простота конструкции, надежность. Этим требованиям могут соответствовать солнечные батареи. Но в осенний период там затяжные дожди. Также могут послужить источником энергии, это ручные электрогенераторы. Но для подзарядки телефона понадобится крутить несколько часов, что весьма утомительно. И было принято решение делать на элементах Пельтье. Конструкция будет состоять из водоплока стоимостью 300 рублей, 4 элементов Пельтье по 100 рублей, 2 радиаторов от стареньких компов, 2 силиконовых шлангов и блока электроники. Что из себя представляют элементы Пельтье? Думаю вы уже не раз сталкивались с ними. А для тех кто нет, поясню. Элементы Пельтье это электронные компоненты, способные при подаче электричества нагревать одну из сторон и охлаждать другую. Но у них есть и обратный эффект, эффект зебика. При нагревании и охлаждении сторон вырабатывается электричество. Правда КПД равен приблизительно 1%, но нам этого должно хватить. Теперь следует подумать про охлаждение. Пассивное охлаждение воздухом возможно только зимой. Активное охлаждение воздухом более эффективно, но большие затраты электроэнергии. От 1,5 до 3 Вт, что является критичным. Пассивное водяное охлаждение. Хороший вариант, но в данной конструкции неприменимо. Проточное водяное охлаждение. Идеальный вариант, как в плане эффективности, так и в плане компактности. Давайте рассмотрим варианты проточного охлаждения. Первое, что в голову идет, это ручей. Из плюсов, это хорошее охлаждение. Из минусов, труднодоступное расположение и неудобство нагрева. Вечный двигатель. Интересная штука, но сложна в исполнении и неэффективна. Электронасос на основе моторчика из телефона. Потребление такого насоса 0,25 Вт, что является не сильно энергозатратным. Из минусов, усложнение конструкции. Есть еще четвертый вариант, и в нем нам поможет сифон. Нет, не этот, вот этот. Принцип действия очень прост. Ставим ведро с холодной водой выше генератора и опускаем один конец трубки в воду. А дальше действуем так же, когда пиздец. Сливаем бензин с бензопака машины. То есть, подсасываем воду через другой конец трубки. Вода проходит через водоблок и охлаждает элементы пельтье. Экспериментальным методом выяснил, что через трубку диаметром 3 мм с высоты 50 см пропускная способность равна 1 литру в 5 минут. Из этого следует, что доливать воду необходимо не чаще, чем раз в 30 минут. Вынужден закончить этот ролик, так как не все комплектующие доехали из Китая. Как только появятся детали, сразу же выпущу вторую часть. Со сборкой и испытаниями. А пока подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное. Также готовлю многосерийный проект, аналогов которого не видел ни в российском сегменте, ни за рубежом. По скрипту. Проголосуйте лайками, дизлайками, понравилось вам видео или нет.